Березы в округе и на данной территории, и в Старокомышинске, в поселке, они болеют, у них водянка, они постепенно засыхают, вот можно так вот местами посмотреть, вот сухая стоит уже. Участок березового леса на берегу озера Курочкино в ближайшие годы, скорее всего, погибнет от естественных причин. Однако к тому времени, благодаря усилиям волонтеров, в тени умирающих берез может подняться ельник и даже сосновый бор. Пока будущие деревья великаны выращивают ясельным методом на огороженных лентой квадратах. Мы здесь использовали вторичные материалы, это кеги пивные, то есть колышки от них, и разрезали сами кеги, ставились контурами, чтобы не затоптать. И для того, чтобы грибники отдыхающие, так как территория это общественная и открытая, здесь и на квадроциклах гоняют, и с соседних баз бегают и играют в страйкбол, пейнтбол. Андрей Кульпин уже три года высаживает юные деревья в импровизированном питомнике и приглашает поучаствовать всех желающих. Эта лопата причудливой формы называется меч Колесова, однако, несмотря на воинственное название, предназначение у инструмента сугубо мирное. Вот уже 130 лет лесники всего мира сажают с его помощью сеянцы хвойных пород деревьев. Сажальным мечом удобно формировать в земле глубокие узкие лунки. Опускаем в яму до середины и придавливаем. Вторым погружением меча в почву из ямки с крошечной сосной выдавливается ненужный воздух. Благородное дело ради общего блага в сочетании с лопатами и мечами придает процессу возвышенный рыцарский дух, позволяет почувствовать себя немного героем. Рыцарем. Ну, может быть, отчасти. Мне хочется увидеть, может быть, конечно, не я это застану, дети, внуки это увидят. Но какой-то результат, чтобы был потом. Прекрасные дамы с мечами тоже управляются умело. Да, рыцари экологии. У нас же есть статуя, родина мать зовет. Она с мечом. Видимо, мы тоже, матери, на будущее своих детей заботимся. И вот тоже с мечами вышли на дело защиты природы. За весь летний сезон в этом году Андрей и его помощники намерены высадить под Копейском 10 тысяч саженцев. Я говорю, чтобы я приехала, через год на тебя посмотрела, чтобы ты у меня здесь родненький стоял, чтобы прижился. Ну, как-то положительные эмоции стараешься вложить в это. Саженцы кедра, лиственницы и пихты в Копейск безвозмездно присылают из Вологды. Местная некоммерческая организация выращивает лесные культуры благодаря президентскому гранту. Сосну и сибирскую ель Андрей Кульпин и его единомышленники недавно начали закупать за свои деньги. Частью подрощенных саженцев Андрей предлагает озеленять Копейск. В городе шахтеров нет своего лесничества. И мечтает, что муниципалитет пойдет навстречу и придаст лесу с посадками специальный охранный статус. Юлия Алексеева, Антон Ступко, СТС Челябинск.